Поучительные истории Дни и ночи он проводил в молитвах, постоянно постился и занимался восхвалением Всевышнего Но однажды он сильно заболел, да так, что даже не смог говорить Пророку, да благословит его Всевышний приветствует, рассказали об этом И он послал колками троих сахабов Али, Беляля и Аммар бин Ясер Да будет доволен Аллах ими всеми Все трое, повинуясь по велению пророка, мир ему Отправились к больному домой Как ни старались они, но не смогли добиться, чтобы Алкама сказал заветные слова шахады Тогда Али, да будет доволен им Аллах Отправил Беляля, да будет доволен им Аллах К посланнику Аллаха, мир ему Чтобы тот подсказал, как быть дальше Выслушав, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил Есть ли у Алкамы отец? Нет, только престолелая мать, ответили присутствовавшие рядом Приведите ко мне его мать, повелел пророк, мир ему Спустя какое-то время к посланнику, мир ему, привели мать Алкамы Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний и приветствует, спросил у нее Поведай нам, что случилось, как он к тебе относился Тогда она сказала следующее «О посланник Аллаха, Алкама очень хороший, не ведающий любви к мирскому и проводящий жизнь в поклонениях Однако я недовольна своим сыном, потому что для него довольство его супруги важнее моего довольства Вот в этом причина того, что Алкама онемел Прости его, чтобы он мог заговорить, сказал пророк мир ему «О посланник Аллаха, как я могу простить его, если он не считается со мной?» Ответила мать Алкамы «Беляль, собери всех, пусть принесут дрова Сейчас сожжем Алкаму, повелел пророк Да благословит его Всевышний и приветствует О посланник Аллаха, вы что, сожжете моего сына у меня на глазах? Мое сердце не выдержит этого, взмолилась мать Алкамы На что пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний и приветствует Ответил ей Огонь ада куда сильнее и страшнее этого огня Пока ты не простишь сына, ни одно из его поклонений не будет принято Я довольна им, о посланник Аллаха Я простила его, запричитала испуганная словами пророка женщина Тогда пойдите и посмотрите, начал ли Алкама вновь говорить Повелел пророк, да благословит его Всевышний и приветствует Когда мать Алкамы вернулась домой, то услышала голос сына Он произносил слова шаханы Алкама скончался в тот же день Пророк миром прочел с сахабами джаназа намаз И после погребения сказал О сахабы мои, ансары и мухаджары Проклянет Аллах и ангела его Того, кто почитает жену больше, чем свою мать Не примет Аллах его молитв и поклонений